Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные, самые простые выполнения носочки на пяти спицах. Я вязала женские носочки на размерчик ноги 37,5 по сантиметрам 24,5. Вы сможете связать абсолютно на любой размер, как варьировать, я вам расскажу по ходу работы. Поэтому, кому интересно, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжи Fibronatura серия называется Donna. Это 100% мериносовая шерсть Superwash Extra Fine, в 50 граммах 115 метров. На один носочек уходит один моток, на женский практический моток, поэтому вам придется запастись двумя моточками. Спицы я буду использовать номер 3, чулочные 5 штук, также нам понадобится сантиметр, ножнички и крючок. Для вязания носочков лучше всего набирать число петель, кратное 4, то есть, чтобы отлично делилось на 4. Для своего размера, исходя из плотности вязания на 36-38, я буду набирать 48 петель, плюс 1 петлю для замыкания в круг. Если вы будете вязать, допустим, 34-36 размер, то лучше набрать на 4 петли меньше, соответственно, 44 плюс 1. Если будете наоборот вязать на, к примеру, 39 размер, то лучше набрать, допустим, 52 петли, то есть, на 4 петли больше от моего, плюс 1 петлю для замыкания в круг. Я буду набирать 48 плюс 1, то есть, 49 петель. Начальные 2 петли я набираю на 1 спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петли. И далее продолжаю еще набирать 47 петель. После того, как все петельки набраны, мы берем и разделяем на 4 спицы по равному количеству петель. На последней спице у вас должна остаться та лишняя петелька. Я распределяю по 12 петель на 4 спицы. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Далее беру следующую спицу и на нее переснимаю также 12 петель. И так все 4 раза. После того, как распределили петельки по спицам, берем аккуратненько, как бы замыкаем вязание в круг. Первая спица у вас находится вот здесь вот слева. Вторая, третья и четвертая. На четвертой у вас здесь находится лишняя набранная петля, которую сейчас мы будем сокращать. Перед тем, как замыкать вязание в круг, обратите внимание, чтобы наборочная косичка у вас не была перекрученная. Чтобы вязание не пошло восьмеркой, в дальнейшем не пришлось это все переделывать и распускать. Теперь смотрите. На четвертую спицу мы переносим первую набранную петлю с первой спицы. Далее вот эту последнюю набранную петельку лишнюю мы перекидываем между первой и второй петлей в начале ряда и возвращаем обратно петлю. Эта лишняя петля у нас оказалась между первой и второй здесь петелькой набранной, которую мы надевали с вами, набирали на одну спицу. Теперь коротенький хвостик тянем на себя, рабочую нить от себя. И таким образом мы с вами замкнули вязание в круг. Вот они у вас, четыре спицы, которые будут создавать, скажем так, в дальнейшем вязание трубочки. И теперь, смотрите, подтяну вот эти хвостики, мы перекидываем хвостик к рабочей нити, вот так вот на пальчик и берем рабочую пятую спицу. Вот так. Начинаем вязать первый ряд. Я начну первые несколько петелек вязать за двойную ниточку, за рабочую и хвостик от наборочной косички, а затем его брошу, хвостик и продолжу вязать лишь только ниточкой от матка. В первом ряду мы начинаем формировать резиночку один на один. Итак, первая петля у нас лицевая, вторая петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязала несколько петелек, бросаю хвостик, хорошо подтянул, и дальше продолжаю вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, формируем до конца ряда первый ряд резиночки 1х1. Каждая спица у вас будет начинаться с лицевой, а заканчиваться с изнаночной, если у вас количество петель кратное 4. Лицевая, изнаночная. И вот так вот до самого конца ряда. Конец ряда можете отметить начало ряда маркером, булавочкой, либо ниточкой контрастного цвета. Но мне очень удобно, потому что я провязав вот здесь вот несколько петель двойной ниточкой, чувствую уплотнение. И хорошо знаю, что здесь у меня начало-конец ряда, там где вот эта ниточка. То есть это у меня получается первая спица. Вот она. И вот к ней я постепенно иду. Довязали до конца первый ряд, и все, первый ряд резиночки 1х1 у нас сформирован. Второй и каждый последующий ряд будет вязаться абсолютно одинаково. Над лицевыми будем провязывать лицевые за передние полупетли. Обратите внимание, чтобы первые несколько петель связали за две ниточки, если вы вязали точно так же, как и я. Главное, попадаете в петли. Вот так вот. И далее изнаночные над изнаночными за дальние полупетли. Если вы будете провязывать изнаночные за дальние полупетельки, а лицевые за ближайшие, тогда у вас будет вязание косичек резиночки ложиться равномерно и аккуратно, то есть неперекрещенными петельками. Вот. Провязываем лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Я начала провязывать второй ряд резиночки. И так я буду вязать резиночку высотой не менее 9 см. Я люблю резинку повыше, вот, для того, чтобы в дальнейшем у вас носочек, скажем, не сползал с ноги и не был слишком расширен в районе вот здесь вот резиночки, то есть по ходу носки, скажем, не был такой вот растянутый некрасивый край. Я люблю повыше, поэтому где-то около 30 рядочков я провяжу резиночкой 1 на 1, пока не наберу высоту в 9 см. Связали 9 см или по желанию можете связать длиннее, короче резиночку. И теперь я перехожу на лицевую гладь. Лицевую гладью, так как у меня резиночка достаточно высокая, я провяжу около 4 см. Вы можете провязать от 4 см до 20 см. В зависимости от этого у вас будет, скажем так, 4 см коротенький носочек, ну, такой вот, скажем так, стандартный. Провяжете, допустим, 8 см будет по длине, повыше носочек, провяжете 20 см, получится гольфик. Здесь вы уже сами варьируете высоту носочка. Вот, и переходим на лицевую гладь. Вот она, начало ряда у меня. И я начинаю вязать лицевые за ближайшие стеночки, изнаночные так и продолжаю вязать за дальние. И вот так вот перехожу на лицевые петли полностью по кругу. Вот так первый ряд, второй, третий, пока не наберу 4 см. Это приблизительно около 14 рядочков, исходя из моей плотности вязания. При переходе на лицевую гладь у вас немножечко будет расширяться вязание. Не бойтесь, потому что резиночка у нас все-таки имеет свойство стягивать полотно, а лицевая гладь будет более шире на фоне резиночки. И самое главное при переходе на лицевую гладь, чтобы не было разделительных полосок между спицами, нужно первую-вторую петлю максимально затягивать, а затем уже вязать свободно. И если вы будете затягивать первую-вторую петлю на каждой спице в начале, то у вас не будет таких вот растянутых разделительных полосочек. Будет аккуратное и ровное вязание по спирали. Связали 4 сантиметра и сейчас мы переходим на вывязывание пяточки. Здесь будет у нас пяточка, поэтому это и есть общая высота носка. Если вам этого мало, соответственно продолжайте еще вязать нужное количество сантиметров рядочков лицевой гладью. Для того, чтобы нам начать вывязывать пятку, нужно определиться, сколько петель на нее взять. И самое главное, обратите внимание на то, что у нас есть левая нога и правая нога. Вот поэтому я вам рассказываю, как связать правый и левый носочек. Немножечко, скажем так, мы свяжем иначе. Вот она у нас, перепад, скажем, начала ряда между третьей и первой спицей. Вот так вот. Вот он наш, скажем так, хвостик. Для того, чтобы связать носок на левую ногу, нам нужно располагать вот этот, как бы, перепад ряда. Первого ряда, вот здесь вот наборочного между первой и четвертой спицей. Для левой ноги у нас пяточка будет располагаться на третьей и четвертой спице. Для правой ноги у нас будет располагаться на первой и второй. Это очень важно понимать, потому что сейчас мы общее количество петель делим ровно напополам. А так как у нас на каждой спице одинаковое количество петель, то две спицы уходят на пяточку, две спицы остаются. Вот, то есть для левой и правой ноги мы берем то одну пару спиц, то есть первую, вторую, для другой, третью и четвертую. Если вам нужно добраться до третьей и четвертой спицы, то вы просто провязываете ряд лицевыми петлями и затем доходите до третьей и четвертой спицы. Либо же сейчас просто разворачиваетесь в обратную сторону на изнаночном ряду и вы уже на них находитесь. Для того, чтобы перейти на первую и вторую спицу, вы просто начинаете вязать с лицевой стороны первый, скажем так, ряд пяточки на первой и второй спице уже по ходу вязания. То есть, смотрите, пяточка вяжется на одной стороне изнаночными петлями, то есть поворотными рядами, наоборот как бы идете, а на вторую пяточку идете точно так же, как и шли, но доходя до второй спицы, до конца, вы будете возвращаться. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Я сейчас буду возвращаться, так как мне пяточка нужна сейчас вот здесь, то есть я сейчас вяжу носочек для левой ноги, вот, то я вот так вот поворачиваю вязание. И буду провязывать лишь только четвертую и третью спицу. Первую, вторую мы пока оставляем вне работы. Первую петлю я буду снимать как кромочную, то есть не провязанную. Далее провязываю с первой спицы все изнаночные петельки. В данном случае это четвертая спица. Вы можете провязывать с первой лицевыми петлями и со второй. Вот, пока я убираю с работы одну спицу, мне она не нужна. И продолжаю вязать на вот эту четвертую спицу, третью, тоже изнаночными петлями. То есть у нас получается первая, вторая остались нетронутыми. Вот, дойдя до последней петли третьей спицы, у нас оказалась половина петель перевязанная на одну спицу. Вот эти две спицы мы не трогаем. Не довязывая их до, скажем так, конца ряда, мы будем вязать лишь только вот эти петельки, вот эту половинку. И первую петлю всегда ряда я буду снимать как кромочную, для того, чтобы мне потом удобно было набирать петли. И следующие петельки мы по рисунку лицевой глади вяжем лицевые. То есть это у нас получается сейчас второй ряд высоты пяточки. Высота пяточки может быть от 4, где-то до 6 сантиметров, в зависимости от того, кому вы вяжете. Если это, к примеру, детская, женская нога, то в принципе 4-5 сантиметров вполне достаточно. Если мужская, то лучше делать поглубже, для того, чтобы носок не соскальзывал с ноги. Можете даже делать 6-7 сантиметров. Чем глубже будет пятка, тем, еще раз повторяюсь, будет плотнее сидеть носок на ноге. Довязываем последнюю петлю. У меня все петли с лицевой стороны лицевые, с изнаночной, изнаночные. И сейчас я начинаю вязать третий ряд. Он у меня изнаночный. Я снимаю первую и провязываю изнаночные петли. То есть обратите внимание, что я вяжу лишь только вот эту половину. У меня это 24 петли. А 12 и 12 петель на двух спицах я не трогаю. У вас, возможно, свое число. То есть берем просто половину, две спицы. И доходим третий ряд до конца. Далее разворачиваем на четвертый, вяжем четвертый, пятый, шестой и так далее. Нам нужно связать вот эту часть пяточки. У меня она будет тоже порядка 14-15 сантиметров. Самое главное, то что когда вы начинаете с изнаночного ряда, вы должны им и закончить. То есть должно быть нечетное количество провязанных рядочков. Мы должны будем оказаться в конце изнаночного ряда. Вот так как я сейчас остановилась на провязывании в начале четвертого ряда. То есть нам нужно будет оказаться в конце нечетного, в начале четного ряда. Для того, чтобы начать вывязывать пяточку. Для вот этих двух спиц, когда вы будете соединять для второй пяточки, то вам нужно будет начинать с лицевой стороны и заканчивать четным рядом. То есть вот это, скажем, один маленький нюанс, который вам следует учесть. То, что у вас на провязывании, скажем, с изнаночной стороны будет на один ряд меньше, либо на один ряд больше от второй пяточки. Это на вязании, скажем, на внешнем виде изделия не сыграет большой роли. Этого не видно. Это просто будете знать только вы. Но зато, когда будете одевать носок на ножку, то у вас будет с внутренней стороны вот этот перепад ряда соединения. Он менее заметен, но, честно говоря, при носке это может, скажем так, кинуться в глаза. И для того, чтобы, скажем, это не было слишком заметно, я стараюсь, чтобы вот этот перепад был с внутренней стороны. Вот, и сейчас я набираю пяточку, порядка где-то 14-15 рядочков. 15 в данном случае. Вот. Это у меня 4 с небольшим сантиметром. Вот, вы можете сделать глубже, в зависимости от изначального количества петель, вы можете варьировать, то есть можете связать поглубже, потому что у вас, допустим, эти 4 сантиметра может большее количество рядов быть, если у вас тоньше нитки или тоньше спицы, или плотность просто плотнее у вас вязания. Вот. Продолжаем набирать высоту пяточки. Довязали высоту пяточки, у нас должно получиться вот такое вязание. На одной спице у нас находится сейчас половина петель, у меня это 24. Соответственно, 24 я делю на 3, вы делите свое количество петель. У меня получается 8 петель. То есть, первая часть 8 петель, вторая и третья. Если мы возьмем центр за 8 петель, это ширина пяточки. Если бы это была детская, скажем, ножка, то вот этих 8 петель ширины вполне было бы достаточно. Но так как мы вяжем женский носок, то нам нужно взять хотя бы 10 петель. То есть, чтобы центральная ширина была шире, чем боковые. Теперь смотрите, визуально вы можете поделить, можете поставить маркеры именно на тех числах, чтобы сбоку было 7, с этой стороны 7 и по центру было 10 петель. Возможно, у вас свое количество. Что мы теперь делаем? Мы берем первую петлю, снимаем рядом. Это первая петля боковая. Далее вторую вяжем лицевой, третью вяжем лицевой, четвертую, пятую, шестую. А седьмая петля, это последняя петля первой части. Мы ее провязываем вместе со следующей петлей за дальние стеночки одной лицевой. То есть, мы делаем убавление. Можем, для того, чтобы убавление было более красивым и аккуратным, можем поменять дальние стеночки, поставить вперед. То есть, я как бы прираспустила то, что я сейчас связала. Просто я повернула дальние стеночки вперед и теперь вот так вот за передние две вместе провязываем лицевой. Это мы сделали лишь для того, чтобы развернуть петлю красиво и сделать убавление с наклоном в правую сторону. Такое мы сделали единожды и больше такого делать пока не будем. Просто мы связали, получается, седьмую петлю первой части, то есть последнюю петлю, и второй части первую петлю вместе одной лицевой. Далее отсчитываем центр. Это было убавление петля первая центра. Далее провязываем вторую лицевую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую и девятую петлю лицевой. И вместе с петлей убавления это девять петель. Десятую петлю центра, то есть последнюю петлю, и первую петлю с третьей части мы провязываем вместе за дальние стеночки одной лицевой. То есть, делаем убавление. У нас остается с левой стороны третьей части шесть петель. Мы их не довязываем, поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю убавления мы снимаем непровязанной. Мы с ней сейчас не сможем ничего сделать, поэтому мы просто ее снимаем. Далее провязываем восемь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вместе с петлей убавления, которую мы сняли, это девять петель. Дальше десятую петлю центра мы провязываем вместе со следующей петлей, с боковой первой ближайшей, вместе изнаночной одной. И у нас получилось, что в начале мы сняли петлю, в конце мы провязали вместе две петли изнаночные. Десятую петлю, последнюю петлю центра части и ближайшую боковую. С изнаночной стороны убавления делаем изнаночными петлями, с лицевой лицевыми. И точно так же провязываем промежуточные восемь петель с изнаночной стороны изнаночные, с лицевой лицевые. Теперь снова не довязали, повернули. Первую петлю убавления мы снимаем, она как кромочная, мы ничего с ней не сможем сделать. Дальше провязываем восемь лицевых. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вместе с петлей, которую мы только что сняли, провязав восемь петель, у нас получилось девять центральных провязанных петелек. Десятая петля мы провязываем вместе со следующей петлей сбоку, ближайшей петлей третьей части, вместе лицевой за дальнюю стеночку. То есть получается петля убавления и в каждом ряду в изнаночном, в лицевом, вот эта последняя петля центральной части провязывается вместе. Первая снимается непровязанной. И таким образом у нас центральная часть так и остается. 10 петель первую сняли, 8 провязали, десятую петлю мы провязываем вместе с боковой. Число 10 не меняется по центру, у вас возможно свое число. А с боковой сторон постепенно в каждом ряду убавляется по одной петле. То с одной стороны поворачиваем, то с другой стороны. Вот. В лицевом ряду у нас с этой стороны убавление идет с третьей части, а в изнаночном с первой части. Вот, провязываем последнюю петлю, десятую центра, вместе со следующей по рисунку, в котором мы вяжем. То есть с лицевой стороны лицевой петлей по рисунку, а с изнаночной и изнаночной петлей вместе с ближайшей боковой. В данном случае это третья часть. Если мы развернем, то получается третья часть уже здесь, на первой. Вот. И с каждой стороны мы убираем вот так вот по одной петельке до тех пор, пока у нас не останется с боковых сторон вообще петель. То есть из 7 петель у меня не должно остаться ни одной, а по центру так и останется 10 провязанных петелек. И у нас уже, посмотрите, как бы загинается пяточка, благодаря нашим убавлением и провязыванием вместе по парно петелек. Так, первая, третья часть убавляется, вторая часть центральная остается. И вот так вот поворотными рядами убавляем до тех пор, пока у нас не останется с боковых сторон ни одной петли. Последняя петля убавления у нас находится с лицевой стороны, поэтому предпоследнюю петлю провязываем с последней. И все, у нас осталось только лишь центральных 10 петель. Мы должны их поделить сейчас на 2 спицы, поэтому я беру вторую спицу и переодеваю 5 петель. Делю как бы на 2 части, 5 на одной спице, 5 на второй. Если вы помните, в начале вязания мы, распределив петельки на 4 спицы, получили по 12 петель. У вас, возможно, свое число, кратное 4, может быть 13, 14 и так далее. Вот, то есть вы берете сейчас и дополняете к этим 5 петлям то число, которое у вас было изначально. У меня, к примеру, 12 было. Я убираю свои 5 петель, которые уже есть, и мне нужно добрать 7 петель по бокам. Либо же просто вспоминаете то число петель, которое вы убрали с боковых сторон пяточки, то есть, когда мы делили на 3, я убирала 7, соответственно, мне нужно добрать снова 7. Мы берем, поворачиваем наше вязание, ничего не меняя, просто как по ходу шла ниточка, нам сейчас нужно замкнуть вязание в круг, как мы набираем наши 7 петель. Смотрим, у нас есть здесь кромочные косички, вот такие вот красивые, и есть на них петельки. Соответственно, я беру, набираю первую петлю за обе полупетли косички кромочной, вторая петля, третья петля, четвертая, пятая, шестая. И можно было бы набрать здесь 7 петлю вот таким вот образом, но я хочу, чтобы у меня не было дырочки, поэтому я вот так вот немножечко как бы закручиваю и набираю петлю за 2 полупетельки. То есть, смотрите, я как бы набираю за одну, но захватываю еще вот эту соседнюю. То есть, нам нужно набрать таким образом, чтобы у нас не было дырочки. Вот она моя петля. Я ее набрала немножечко, ну как бы немножечко запутав своего рода здесь вот петлю последнюю, потому что если бы я набрала здесь просто, у меня получилась бы дырочка. А так немножечко я как бы, получается, за 2 полупетли 2 петелек набрала. И все, у меня получилось 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. Я восполнила своих 12 петель. Теперь мне нужно оставшиеся, получается, первую, вторую спицу петли по 12 петель нужно провязать просто лицевыми. Первые 2 петли хорошо затяните для того, чтобы у вас не получилось промежутка между пяточкой и боковой стеночкой. Далее провязываем эту спицу лицевой петлей. Далее у нас идет следующая спица, также лицевой петлей мы ее чередуем. Тоже затягиваем хорошо первую, вторую петлю для того, чтобы не было промежуточек. Вот так вот между спицами. И провязываем, получается, верхнюю часть. С другой стороны пяточки мы также должны добавить 7 петель. 5 петель у нас уже есть, вот они. Мы их не трогаем, а нам нужно набрать в этом промежутке между верхом и пяточкой. Мы точно так же смотрим, находим нашу косичку. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Я точно так же первую петлю, я немножечко замудрую. И наберу ее за двойную полупетельку для того, чтобы у меня не было дырочки. Вот так. Далее набираю вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую. Далее у меня получился здесь небольшой промежуточек. Абсолютно ничего страшного. Мы просто берем, довязываем вот эти 5 петелек с пяточки. Вот, посмотрите. Главное, чтобы у вас здесь не получилась дырочка. У меня она не получилась, поэтому я добираю вот эти 5 петель, провязывая их лицевыми. И у меня получается одна спица 12 петель, вторая, третья и четвертая, как было изначально при вязании резиночки. И теперь мы, связав пяточку, переходим на вывязывание длины подошвочки. Теперь смотрите. Закрытие мыска у нас около 3 сантиметров в длину. Соответственно, размер пяточки, который у вас получился, у вас может быть свое, скажем, свои сантиметры. Но это около где-то 4,5-5 сантиметров. То есть высота и длина пяточки где-то равна. Ну, то есть это квадратик своего рода, уголочек, обратите внимание. Вот, поэтому вот эта пяточка плюс длина подошвы плюс мысок. Это и есть носок. Но его итоговое число должно быть где-то минус 2,5-3 сантиметра от длины стопы. К примеру, у меня длина стопы для носочка должна быть 24,5 сантиметра. То есть размер ноги мне дали 37,5. Это 24,5 сантиметра. Я 24,5 отнимаю 3 сантиметра на растяжение, скажем так, для того, чтобы носочек сидел на ножке плотно, а не был такой вот висячий и, скажем так, в итоге, скажем, после носки он такой вот стал большой. Я отнимаю 24 минус 3, то есть 21,5 получается. И плюс мысок 3 сантиметра. 21,5 это 18,5 сантиметра. У меня должно получиться от угла пяточки до итоговой окончательной длины. Если у вас размер, допустим, ноги вы вяжете на 38, это 25 сантиметров. Соответственно, 25 минус 6 сантиметров, 3 мысок и 3 на растяжение, то получается где-то около 19 сантиметров вам нужно провязать и так далее. То есть вы отнимаете 6, это 3 мысок и 3 на растяжение. Если у вас не сильно тянется пряжа, ну, допустим, бывает такая пряжа дубовая, можете оставить 2 сантиметра минус. Главное, чтобы вам хватило, скажем, этой длины на растяжение носка и в дальнейшем он не сидел у вас, скажем так, слишком большой не был. Вот, поэтому сейчас просто мы вот такими спиральными движениями, как мы вязали ранее, так ряд у нас и начинается, где начинался, вот с внутренней стороны. Вот он, начало ряда, я, получается, не довязала одну спицу до начала ряда, вот она теперь у меня, это первая спица получается, вторая, третья и я сейчас нахожусь в начале четвертой спицы. Вот, и теперь просто продолжаем лицевой гладью, не забывайте первую, вторую петлю немножечко подтягивать, провязываем просто лицевыми петельками до нужной длины. Еще раз повторяюсь, у меня это 18,5 сантиметров от вот этого края пяточки до нужной мне длины. Вместилось у меня 52 рядочка и сейчас я начинаю закрывать петли для мыска. Петли мы будем закрывать через ряд, то есть чередовать то ряд с убавлениями, ряд просто лицевыми петлями. Единственную рекомендацию, которую я вам могу дать, это все-таки затягивайте хорошо начальные петли на каждой спице, для того, чтобы не было таких вот разрывов между спицами-переходами с одной на второй. Итак, сначала мы будем в начале каждой спицы делать наклон вправо, в конце каждой спицы делать наклон влево. Наклон вправо мы делаем, заводя за вторую петельку, за две полупетли передние, вот так вот, две вместе провязываем одной лицевой. Убавление с наклоном в правую сторону, хорошо его подтянули, далее провязываем все петельки до тех пор, пока у нас на спице не останется две последние петли. Вот, две последние петли мы будем провязывать с наклоном в левую сторону, поэтому меняем дальними стеночками вперед, вот так вот. И теперь за образовавшиеся дальние стеночки провязываем лицевую петлю, вот так. Убавили две петли на одной спице, переходим к следующей. Наклон в правую сторону заводим за передние полупетли, провязываем две вместе одной лицевой. Хорошо подтянули их, и далее провязываем все петельки со спицы, пока не останется две последние петли. Две последние петли мы поворачиваем дальними полупетлями вперед, и теперь уже за дальние полупетли провязываем вместе две петли одной лицевой. Это второй раз, далее третью спицу снова делаем убавление вправо, провязываем за две передние полупетли вместе лицевой, хорошо подтянули. Далее петли провязываем просто лицевыми до последних двух петель, две последние петли поворачиваем дальними полупетлями вперед, и теперь уже за дальние провязываем вместе одной лицевой. Почему я поворачиваю? Для того, чтобы петли располагались у нас красивой елочкой по ходу убавления мыска. Теперь снова на последней спице я делаю убавление с наклоном в правую сторону, далее провязываю промежуточные петли лицевыми, и в конце спицы наклон в левую сторону. Поворачиваем дальними полупетлями вперед, и вместе провязываем теперь уже за дальние полупетли одной лицевой петлей. Ряд с убавлениями закончен, на всех четырех спицах мы убавили по две петли в начале и в конце спицы. И теперь следующий ряд, второй, мы провяжем просто лицевые петли. Хорошо подтягиваем опять же таки начальные петли каждой спицы, затем провязываем просто все петли лицевые, так все четыре спицы. В третьем ряду мыска продолжаем делать убавления. За передние полупетли провязываем в начале спицы убавления, далее промежуточные петли просто лицевые, и две петли в конце поворачиваем дальними петлями вперед, полупетлями, и теперь уже за дальние полупетельки провязываем вместе лицевой. И так делаем на каждой спице, то есть повторяем как первый ряд мыска. Сначала наклон вправо, промежуточные петли лицевые и наклон влево в каждой спице. Каждый четный ряд, второй, четвертый, шестой, мы провязываем просто лицевыми. Таким образом, пока у нас на спице не останется вот так вот по две петельки. То есть у нас, если делать убавление, должно остаться по две петли. Если у вас другое количество петель и, допустим, в конце у вас получилось по три петли на спице, то вы провязываете по парным, вот, каждые, скажем, две петельки, а вторую просто без пары довязываете лицевой. Это такое тоже возможно. Вот, вы делаете до тех пор убавления, пока у вас не останется по две петельки на каждой из четырех спиц. Вот у нас четыре петельки довязываю, я последний наклон делаю вправо, последний наклон влево, хорошо затягиваем петельки и у нас остается по кругу всего по две петли. Ряд последний, провязывая лицевые петельки, просто я не буду делать, потому что слишком будет такой вот носик, скажем так, затянутый, а я хочу, чтобы он был аккуратненький. Поэтому я сейчас беру крючок для удобства и вот как идет по ходу моя ниточка, вот она по часовой стрелке, если повернуть вот так вот верхушечкой, то я беру вот так вот, поддерживаю аккуратно петли, вы можете просто переснять их аккуратненько. И вот таким вот образом, как они шли, я просто переснимаю, захватываю рабочую ниточку. Далее, следующую пару переснимаю на крючок и захватываю рабочую ниточку. У меня получилась такая вот петля из рабочей ниточки, поэтому я вот эту петельку продеваю сквозь все четыре, можно так сказать, пары спиц или пары петелек, вот так вот правильнее будет. Вот, пропускаю я через каждую пару и вот они у меня остались две петли последние, аккуратненько я их точно так же переснимаю на крючок, вы так не вытягивайте, потому что можете не успеть схватить. Вот, но переснимаем на крючок и захватывая рабочую ниточку, то есть если вы потянете за хвостик петли, вот она у вас получилась, такая вот движущая петля. Я стянула все петельки крючком на рабочую нить, у меня получилась вот такая вот петелька и такой мысок. Если я измеряю сейчас от края пяточки до края мыска, у меня должно получиться минус где-то 2,5-3 сантиметра, опять же таки я повторяюсь, в зависимости от того, насколько у вас хорошо тянется носочек. Вот, и все, можете померить на ножку, если вы, скажем, вяжете себе, то меряйте на ножку, если ребенку, то есть если этот человек, кому вы вяжете, находится рядом, то лучше всего дать в этот момент, хорошо вытянув петельку вот эту крайнюю, померить носочек, если вас все устраивает, все размерчик подошел, то можете фиксировать ниточку двумя воздушными петлями и прятать хвостик вовнутрь. Вот, зафиксируйте его и проводите ВТО. Если же вы делаете на подарок, то берете сантиметровую линейку, прикладываете и получается у вас, скажем, размер ножки, кому вы вяжете, я думаю, что по сантиметрам это легко узнать, потому что сейчас в интернете есть очень много таблиц, сколько, какой размер имеет сантиметров, вот, то вы в при натянутом состоянии измеряете, ну, скажем, сантиметровая линейка, либо сантиметром, чтобы у вас в при растянутом состоянии было то количество сантиметров, которое вам нужно. К примеру, если я сейчас возьму линейку или сантиметр, то получится у меня 24,5 вот в таком состоянии. Так оно и должно быть, потому что носочек, если будет в таком спокойном состоянии на ножке, то он получится большой и будет вот так где-то у вас висеть возле, скажем, большого пальчика вот так вот висеть этот краешек. Поэтому при растянутом, обязательно при растянутом состоянии, если сомневаетесь, что пряжа плохо тянется, можете сделать какие-то там пол сантиметра, добавить двумя рядочками, вот, если вы уверены, скажем, что при растянутом состоянии отлично, либо можете померить на свою ногу и в зависимости от этого, допустим, сделать больше, обычно мужские носки, скажем, вяжут женщины и измеряют на свою ножку, плюс там растягивают сколько-то сантиметров, скажем, чтобы наверняка хватило. Все, готовый у вас носочек, вы берете, я, например, всегда одеваю снова вот эту петельку обратно на крючок, вот, и что я делаю? Смотрите, я дергаю, получается, в разные стороны то ниточку рабочую, то крючок, как бы таким образом я стягиваю вот это отверстие, у меня получается петля хорошая, натянутая, я завожу за рабочую нить, захватываю, делаю новую петлю, которую точно так же, то туда, то сюда провожу и еще раз вот так вот заделываю. Теперь я отрезаю вот этот хвостик и вытаскиваю его на изнаночную сторону, с изнаночной стороны фиксируем и прячем, вот. Все, наш носочек готов, здесь я ниточку прячу с изнаночной стороны, вот, по ходу того, как ложатся косички, для того, чтобы наверняка мне, скажем, зафиксировать ее, узелков я никаких не делаю здесь, вот, я просто прячу по косичке вот этот хвостик. Можете вывернуть сейчас, обрезав ниточку на изнаночную сторону и прятать хвостики и здесь, и здесь, и все, вот ваш носочек готов. Я надеюсь, что у вас получилось. Единственный нюанс, это пяточка второго носка должна располагаться ровно здесь, в зеркальном отображении, и идти носочек должен сюда, вот, для того, чтобы вот эта часть у вас осталась на внутренней стороне. Пяточку на втором носке вы точно так же, точно так же делаете на три части, делите ее и отворотик делаете вот этот, вот, затем вяжете прямую стопу, желательно в такое же количество рядочков, какую вы вместили в первый носок, и затем точно так же закрываете мысок, чередуя ряд с убавлениями, ряд без, ряд с убавлениями, ряд лицевыми петлями, и все. Все остальное делается абсолютно точно так же, от начала количества рядочков, желательно, я всегда рекомендую просчитывать количество рядочков не только в сантиметрах, а именно рядочков, сколько вы делаете, затем здесь рядочки, здесь высота пяточки, которая будет у вас на втором носке на один ряд меньше, либо больше, вот, и поэтому вы именно на этот момент обратите внимание, а затем все остальное точно так же, восполняете петли, которые убавили, вот здесь вот на отворотике, и замыкаете вязание в круг, затем закрываете мысок, и все, все готово. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось, конечно же, лайкайте мне за работу, спасибо, что оставались со мной на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале, ровных петелек, пока-пока!